мир вам все кто нас смотрит эта программа секрет успеха основана библии мы пытаемся изучать на тренировать себя все больше изучать слово божьим и второе это жить по слову божьему практиковать конкретные стихи своей личной жизни и в этом в 2017 году мы выбрали стихи из нагорной проповеди и в течение недели каждый день одних размышляем думаем молимся и пытаемся все-таки научиться проявлять как жить по этим стихам и на этой неделе был такой стих блаженные миротворцы ибо они будут наречены сынам и божьим мы продолжаем изучать нагорную проповедь мы уже прошли блаженные нищим духом блаженные плачущие кроткие алчущие милостивые чистым сердцем и вот сегодня миротворцы кто такой миротворец миротворец это не тот кто не любит спорить но идет на примирение любой ценой очень интересная цитата и как бы хотелось сказать люди которые не хотят спорить они обычно ну зачем мне это и уходит или промолчат но это не миротворец это тоже хорошее качество которым обладает неверующие люди но здесь говорится миротворцем это намного больше намного выше на много намного глубже и когда я читал эту главу доктора мартина я выписал три момента где и как поступает миротворец первый миротворец сдерживает свой язык мы знаем это много записано библии особенно якова это миротворец это кажется намного просто но на самом деле это тяжело вот промолчать или не торопиться отвечать и если бы мы это делали церкви намного меньше или намного больше было миру если мы это делали в в семье намного больше было бы миру если бы это делалось государстве намного больше было миру и это миротворец и это тяжело для каждого из нас независимо каком вы возрасте независимо каком мы положении первое я должен научиться воздерживать свой язык второе воздерживать но также есть время когда надо говорить когда надо говорить когда нас спрашивают когда видишь что делается грех надо что-то сказать слышу божия говорит когда делается грех надо предупредить но думать что говорить очень важно думать что говорить не торопясь но когда спрашивает говорить миротворец это не только что сдерживает свой язык и молчит делается беззакония он молчит но миротворец он говорит но думаю что говорит иρό и 3 он ищет все возможности как посеять мир вот что говорит он ищет все возможности это возможности может быть разные зависимо какой мы сфере что мы делаем но возможность почему нам надо сеять мир просто сеять почему это слово здесь подобрано потому что это ты сеешь то есть сразу плодов ты не видишь она когда-то вырастет возможно даже нас там не будет но вот когда мы посеяли мир а не вражду и она принесет плод как сеять мир если привести пример то я бы сказал бы так представим что мы в школе школьники и одноклассники магии ссорятся они не могут что-то поделить что-то помирить между собой я как миротворец по обычный христианский миротворец просто не участвую в этом стою на стороне это хорошо но человек миротворец он видит эту ситуацию и пытается как-то поучаствовать как-то решить чтобы они перестали ссориться что-то сказать но не только это ему надо посеять мир что-то вложить туда ту сейчас бурю чтобы возрос мир возможно он скажет что слушайте и ты там не виноват и ты там не виноват но там вы представляете что ты прав и ты прав но есть намного глубже какая там вина и сказать если вы успокоитесь я знаю эту вину и я могу рассказать вам поделиться хоть на несколько секунд они подумают о чем ты говоришь ты вообще там не был и не успокоиться но если дадут они шанс то можно сказать петя ваня вы на самом деле хорошие люди вы на самом деле хорошие люди но есть грех грех который заставляет вас сделать обзывать друг друга пить друг друга и ваня он неплохой парень но ваня есть грех и то что ты сейчас ваню обговариваешь стукаешь он не изменится он не станет лучшим но надо его изменить его сердце поэтому обнимитесь друг другу скажите что вы и вот таком духе если это христианское то можно сказать вас бог призвал любить а если это не христианское сказать я могу молиться за вас чтобы бог дал вам сердце лучше так дальше если это находится в церкви тоже то самый вариант идет не рубить а дать узнать чтобы как бы удочку закинуть или посеять брат сестра я понимаю сейчас трудно но я буду молиться за тебя если тебя будет трудно напиши мне или скажи мне и мы вместе помолимся и это таким вариантом мы посеем вот этот мир и возможно он когда трудно будет он на самом деле позвонить или придет и вместе помолитесь будет плод а вашей вашего то что вы посеяли легко говорить очень легко мне было сейчас сказать но на самом деле я понимаю что это очень тяжело делать это тяжело для меня за эту неделю так получилось все был миротворцы а мне было моменты которые как будто выпрашивается на конфликт много эти ситуации были сейчас решаю как некоторые что сделать чтобы поступить как человек миротворец почему потому что они будут наречены сынами божьими и я хочу иметь такое наречение они будут наречены сынами божьему наречены значит признаны как сыны божьи я хочу быть признанным господом как сын божий библии много где говорится мы дети божьи для нас это очень знакомо приятное слово дети божьи но сцены божьи намного меньше и я раньше не понимал или думал в этом в этом значении нет когда однажды я прочитал совсем важный и всем знающие стих который записано в откровении побеждающий наследует все и буду ему богом и он будет мне сыном однажды когда я читал этот стих и будет не сыном я задумался что же такое что же значит буду мне сыном не будет дитя моим не будет но сыном здесь сказано и на этой неделе я узнал ответ для себя у меня есть ребенок которому 11 месяцев он мой сын но он моё дитя он маленький часто в студии даже данный момент он шум создает его пришлось вынести из студии потому что он немножко мешает вот мы такие дети мы в царстве божьем к сожалению мешаем как маленькие дети через нас и люди возможно соблажняется это очень это страшно человек который миротворец он же не дитё он же сын сын взрослый на которого можно положиться сын как здесь написано побеждающие он идет и он побеждает грех он побеждает все искушения которые есть он побеждает свой язык он побеждает свои эмоции вот такой сын наследует все блаженные миротворцы ибо они будут нареченами сынами божьими я хочу быть победитель на своей плотне я хочу быть победительными над той ситуации где я буду являюсь а хочу я сеять мир если да то я буду наречен сыном божьим слово божье говорит что есть люди которые долгое время являются младенцами но сегодня слово боже призывает нас начнем расти и какой этот рост данный момент это сеять или быть миротворцем научиться воздерживать язык научиться использовать разум и сердце которые основаны на слове божьему и тогда мы будем сеять мир не уходить просто мимо хоть это легче всего хоть тоже трудно бывает но сеть мир когда я размещал на этим стихом блаженные миротворцы ибо они будут наречены сынами божьими я понял что миротворец должен иметь большое люблящее сердце чтобы быть миротворца и тогда я вспомнил что когда ты рассказывал один удивительный стих уже более 10 лет назад и услышал на кассете и запись для кассета была такая совсем плохая но я все же прислушалась чтобы переписать этот стих выучила сказал себя церкви и на этой неделе я вспомнил в этом стихо я часто вспоминал но этой неделе я нашел распечатал это стихо хочу сейчас рассчитана зачитать для вас это для тех кто хочет быть миротворцем то есть это для тех кто хочет быть признанным называться сыном божиим побеждающие они будут сынами маленьким сердцем так трудно любить маленьким сердцем так трудно молиться маленьким сердцем так трудно мести тех кто живет за сердечной границей если без сердца вдруг стало большим если по божьему стало широким чтобы вмещала своих и чужих чтобы молилась о близких далеких чтобы она не внушалась принять тех на кого все махнули рукою чтобы стремилась любовью обнять каждого боже дай сердце такое хочешь сказал иисус посмотри нет я не дам тебе сердце большое но изменю я его изнутри будешь вмещать и свое и чужое чудный господь вот ты какой чтобы наполнить мне сердце любовью сердце границ ты раздвинул рукой было не страшно и было не больно и изумление думал я сколько же сердце вместить мое может господи это заслуга твоя что в небольшом есть огромные божие брата пойму и врагу улыбнусь руку легко протянуть для общения сделаю так и сам удивлюсь божий подарок любовь и прощение если же сердце сужается вновь чувствую сразу себя неуютно взгляд на иисуса и сердце любу нужно смотреть на христа поминутно маленьким сердцем так трудно любить маленьким сердцем так трудно молиться хочешь ли ты иисуса проси чтобы он сердце раздвинул границы и на самом деле я осознал на этой неделе что мне надо просить иисуса чтобы он сердце раздвинул границы мы не сможем молчать или воздерживать свой язык мы не сможем не спеша говорить обдумать хорошо и мы не сможем сеять мир если наш будет маленькие эгоистическое сердце если я только буду вот я посмотрите на меня меня тронули мое имя было сказано меня обошли меня не заметили если человек будет осознавать что он на самом деле нищий духом будет плакать перед господом который его будет крутость бедна всем людям который будет алкать и жаждать правды для своей неправедность для своей жизни и для своей церкви для своей мира который будет милостив другим людям который будет прилагать усилия чтобы его сердце было чистое и как этом всего сказано широкое чтобы она мало вмещать всех людей которые вокруг господа иисуса христа было такое сердце он вмещал и блудниц он вмещал и те кто его казними он вмещает его сердце вмещает меня и каждого нас осмотрим будем молиться будем просить чтобы наше сердце было большим любящим вокруг нас и чтобы мы были люди которые сеют мир в семье церкви в обществе и в этом мире который мы живем больше вы можете узнать по ссылке внизу скачать картинку на следующей неделе также главу который будем читать следующей неделе и вопросы можете задавать будем изучать слово божие как я говорил раньше давайте течение недели выбрать первого человека который мы видим самого утра и молиться его течение дня о нем просто молиться господи на этой неделе меня было эти люди господи благослови чтобы их было вот это на эту неделю я молился приблизительно так воспридаю чтобы это человека который я видел были разные их не знал кто-то инвалидной коляской сидел кто-то поштальон пошту нес тут она велосипеде ездил по дороге чтобы они были миротворцами если они не являются христианами господь явием мылись и этим господь расширает мое сердце и там помещает больше людей помещается пусть вас господь обильно благословит изучаем слава божьем месте и практикуем свои его жизни и так всякого кто слушает слава мои сии исполняет их уподоблю мужу благоразумны который построил дом свой на камне будем мы можем и благоразумными и данный стих славу божьему миротворцем будем строить свое основание на камне иисусе христе аминь с богом на сайте капли 100 есть рассылка на которую вы можете подписаться и каждую неделю вам на почту будут приходить хорошие проповеди аудиокниги и статьи а также вопросы и ответы мы верим что этот сайт может стать для вас хорошим источником для духовной пищи